Слушай, Толян, скажи привет. Я слушаю. Зачем говорить привет? Ну, потому что видео идет. Зачем? Ай, ёп твою мать. Ну, не матерись. Да. Слушай, такой вопрос, да? Ты у нас как основной диагност именно по топливу и турбинам. У нас есть профессор, но его сейчас нету, конечно. Потом покажем. Вот ты диагност. Смотри, зашла тачка. Вообще, ну, людям-то интересно, как устроена башка механика. С чего вот начинать диагностику обычную? Вот он зашел. Допустим, вот этот конкретный автомобиль 370 тысяч пробежал. Недавно мы вот два дня назад у них, у этой фирмы, первый автомобиль делали. Это уже второй. Что, ну, у него выше 3000 не поднимается. Раньше на холодную заводился, на горячую нет. Теперь вообще не заводится ни при каких условиях. Не поднимается, допустим, сейчас стрелка, он сказал, выше 3000. Что говорит, что? О том, что проблема в топливе. Правильно? Ха-ха, Мишка, ха-ха-ха. Чуть-чуть орёжку травы, блядь. Чётка, да? Да. Что, полноприводный? Да, новый. Ну, я так понимаю, это не урбан ни разу, потому что урбан комплектация, и не урбан. Но новый, раж один. Нет, не смотрел. Полный привод. Что делать-то будешь? Владелец становится, тачка новая, руль кривая стоит. Всё, не тащит. Не, ну просто покатались где-то на ней. Чё ты? Ну, нет, так визуально всё целое. Ну-ка, давай, чё пожелаешь нашим клиентам? Скорее, хочется коронавирус. Согласен. Которого, не знаю. Это у тебя самые позитивные видео, Мишель. Ну, а чё делать? Делаешь компьютерный? Ну, коронавирус, это, конечно, серьёзная штука. Ну, так как крутит она и не заводится. То есть, у нас в любом случае, как же, отталкиваясь от опыта, мы уже смотрим, что проблема, скорее всего, с топливом. Опять же, данные мотора дизельные, ну, в большей части дизельные, они встают в аварийный режим до 3000. То есть, к примеру, если у нас что-то случается с воздухом, она дёргается, дымит и встаёт в аварии до 2000. Если проблема с топливом, то она встаёт в аварии до 3000. То есть, уже отталкиваясь от этого, то есть, мы примерно знаем, где искать. Как обычно, то есть, делаем визуальный осмотр, кто здесь что лазил, кто что делал. То есть, это очень важная вещь, что кто-то где-то лазил. Вот, к примеру, сейчас я залез, сразу смотрю сюда и вижу, что на вот этот шланчик, на турбину, вот с зелёненькой полоской очень часто, он идёт на актуатор. То есть, эти два шланга перепутаны, то есть, на турбину. Уже раз. Вот, это первый. То есть, турбины был либо передов, либо недодух. Вот туда визуально смотрю, вижу, что с датчика давления хлещит топливо. Ну, тут не видно, вот я там немножко. Вот, сейчас вот видно, что оттуда вымыло, льётся топливо. Может быть, вытекает просто на землю. Не знаю. Ну, вот сейчас попробуем, подцепим диагностику, посмотрим, сколько она даёт давления. Ну, давай, короче, компьютерная диагностика изначально. Начнем с неё. Если не запустится, уже запустим эфиром. Давай. Тянули. Затянули. Талян, ну, так что там про турботаймеры? Расскажи, кому тут что-то всё, как это называется? Тупились. Затупили. Сорвалась съёмка. А, в общем, смотрите, многие люди на эти вот ЦБшные моторы, на Грандстарах, ставят эти турботаймеры. Типа, это сохраняет им жизнь. Не знаю, что оно ещё сохраняет им. Не, ну, турботаймеры вообще устанавливаются для охлаждения турбины. То есть, мы останавливаемся, двигатель работает, и за счёт пускного воздуха турбина охлаждается. То есть, потом он глушится. Но турбины... Существовало поверье раньше, что ещё масло, чтобы не коксовалось, то бишь, которые вот, когда были тоненькие трубочки подачи, что типа, когда он стоит на холостых, там оно там... Это в основном ВАГи были, у них есть такая своя болячка. Мы сейчас обговариваем об ЦБ, то есть, вообще, корейцы, дизельные корейцы. У нас есть два вида турбин, которые есть воздушного охлаждения и водяного. Так вот, 99% идут водяного охлаждения, поэтому туда не требуется устанавливать турботаймер. Антифриз забирает тепло. Забирает. То есть, она охлаждается с помощью антифриза. Чтобы раскалить её, нагреть до какого-то критического момента, это нужно, не знаю, буквально в смысле зацепить сзади какой-то плуг и пахать на ней. Тогда, может быть, она там нагреется. Слушай, ну, у нас же вот были же, у тебя тоже в практике ситуации, да, когда тебе надо экстренно заглушить тачку, потому что что-то пошло не так и день не задался. А турботаймер? Ну, обычно, если, допустим, мы не знаем, как установлен у вас, то есть, как она глушится, как установлена сигналка, то в этом случае мы делаем так. Если что-то экстренно происходит, мы просто берём и выдергиваем всё, что есть в двигателе. То есть, разъём из форсунок и каких-то датчиков выдергиваем, лишь бы она с заголком. Вот это очень большая сложность. Поэтому задумайтесь, не обязательная опция, так сказать, турботаймера. Да, то есть, прежде чем вы устанавливаете турботаймер, узнайте, какая у вас установлена турбина. Только лишь потом уже. Целую, да? Да, можно. Компьютерами делать? Ну, пытаюсь, да, посмотреть ошибочку. Не будем же людям показывать, как эфиром заводится машина, чтобы не пугались. Зачем? Как раз-то покажем. Многие не знают, что делать в таких ситуациях. То есть, тащат эвакуатор, верёвкой мучаются. А здесь с помощью... Ты тоже можешь рассказать, что можно перелить, и он шлёпнет так, что уже и тянуть не надо будет, в принципе. Это инструкция по побочным уже. Должна быть призомцев. Немножко позитива, да? Ты ещё забыл сказать, что это всё-таки евро четвёртый портер. Ещё не евро пятый, и уже не евро третий. Такие вторые портера, они бывают 123 лошадей и 126 лошадей. Отличие в этом двигателе только лишь топливной схем. Остальное всё. Остальное всё... Видишь, немножко кабинки подгнило. Ну, 360 тысяч похоже. Единственное, когда я садился, вот здесь, это на ягодице. Так вот, что мы смотрим? У нас есть цепь датчика температуры впускного воздуха. Это первая ошибочка. Это датчик массы расхода воздуха внизу там находится. Бери ту свою сардельку. Так, по муфте кондиционера она сделана под древ, то есть разъём отсоединения. Вот он контролит давление топлива, слишком низкий. То есть наш по топливу. И очень частая такая тоже ошибочка по цепи педали сцепления. Допустим, если вдруг у вас не заводится машина, не работает стартер, для начала нужно проверить... Слушай, а ты можешь более с улыбкой, что ли, рассказывать? Да, какая улыбка, блядь. Да, какая улыбка. Ладно, понял. Анатолий Васильевич, заход сзади, выход спереди. Что у нас, расскажи, до какой стадии мы дошли ремонта этой чудо? Уже существенно тут всё поменялось в плане разбора салона, разобрали, да? Что у нас, датчик мы поменяли, давление, давление скакало. На топливном фильтре есть датчик наличия воды, там, не знаю, содержание, как вам нравится. На нём стоит резиночка. И очень часто, когда люди сами меняют и не знают этого, теряют эту резиночку, были скачки давления, мы их убрали. Теперь, что у нас осталось, подозрения? Ну, у нас есть, то есть, отсутствует подсос воздуха, мы устранили. Отсутствуют скачки давления топлива, тоже устранили. Утечка у нас в форсунке есть, но незначительная. Поэтому, чтобы остаётся либо это топливная рампа с регулятором, либо насос. Сейчас будем снимать регулятор. Смотрите, очень многие, когда путают и приезжают, говорят, что... Я вот датчик менял, у меня была ошибка по датчику давления. Вот это датчик давления, вот он. По нему очень редко бывает, но вот бывает, как у нас в этом случае, был пробой. То бишь, оно текло. Здесь, вот он есть, регулятор давления в топливной рампе. Вот он называется. Его ещё многие зовут 507 датчиком. Это побольше окончания номера датчика, 507 он заканчивается. Вот. Часто бывает, что на больших пробегах, как ни странно звучало, когда сейчас Анатолий снимет, вы увидите, там стоит такая тарелка с наконечником. Эта тарелка перекрывает здесь большую дырку в топливной рампе. И появляется между тарелкой и рампой от течения топлива, да, Анатолий, я не знаю, протекания, выбоина, вымойка, я не знаю, как это назвать. Получается выработка. Да, выработка. И топливо уже обходит регулятор давления и уходит в слив. И поэтому машина всё-таки так тяжело заводится, потому что пока, надеемся на лучшее, не будем трогать основную топливную систему, потому что форсуночки чуть льют, но при этом она должна заводиться и ездить спокойно. Согласен? Ну, ну... Либо уже ТНВД всё-таки сдох, да? Ездить там спокойно. Покажи этот ключ, пожалуйста. Надо понять. Вот такой ключик. Ни в коем случае не отворачивайте зубилом. Отворачиваем вот таким разрезным ключом. Вот, отверточки его подпираем сейчас. Очень часто тоже, да, встречается. Гайка стоит не в удобном месте. На Грандстарах, на портерах. И люди бьют этот регулятор зубилом в уголочек. Тем самым его убивая. И новый, старый миллион случаев, когда после удара машина так же и не ехала. Да, Тали? Да, очень часто. То есть люди вроде бы как в диагностике выясняли, что проблема в регуляторе. Меняли датчик. Но проблема оставалась. Ну, оставала чуть лучше или чуть хуже даже. Вот. Короче, не бейте регулятор, правильно? Не бейте, да. Короче, закончили ликбез. Давай, что делаем? Вот. Увидели, что там всё замыто. Из-под датчика давления топлива. Вытекало топливо. Датчик сейчас поменяли. Видно, что его тут отворачивали, били, что с ним делали. Вот. И сейчас точно так же будем эфиром запускать и делать тест на обратку. Так, я понял. Что нам даёт тест на обратку, ребят? Это самое элементарное. Ничего такого прям мега сложного или опасного. Он просто проверяет слизь форсунок. И там понятно, кто спросит, а какие нормы это? Если форсунка льёт, то вы поймёте. Да, мы это поймём. И также мы узнаем, есть ли подсос воздуха с топливной системой. Что это? Пузыри. Да. То есть, если у нас колбочка, сланчика будет в воздух, будет говорить о том, что есть воздух подсос. Заводей. Так, шрус, к сожалению, не выходит. Он вкипел. Там собралась ржавчина. И кольцо стопорное, которое держит его, ну, не может вдавиться, чтобы он вылезел. Били, честно скажу. Не знаю, сейчас залили вашим... Видно, что били. Да, Валерой. Посмотрим, что будет из этого. Крепока лежит. Да, но пока ничего. Там действительно всё сухо, шлицы целы. Пока хорошего состояния. Так что ничего там ужасного нет. Вот он. Видите, по трубочкам идёт. Вот, вот, вот. В целом, всё довольно неплохо. То есть, смотрите, посуду у нас особо ничего не сливается. То есть, но она также не заводится. То есть, давления нет. Сейчас будем искать дальше. Это забитый топливный пинкер. Опять же, воздуха мы тоже не видим трубушку. Видите? Вот это у нас нет. Значит, будем искать, что где забито. То есть, начнём с топливного пинкера. Я понял. Да. Вот он. Тоба таймер в действии. Ладно. Хорошо, хоть клиент сказал, где он отключается. Ну, потихонечку, конечно. Пай, Анатолий, мочи, правду, матку. Ну что, всё. Диагностику, можно сказать, так закончили. Регулятор снял. Вот она, сеточка миленькая. На ней есть стружка металлическая. Не, по-моему, всегда есть стружка металлическая. Не всегда. Не всегда. Обычно здесь фильтрующий элемент, то есть, топливного фильтра. Какая-то грязь и так далее. Но самое главное, то есть, если даже сетка будет забита стружкой или чем угодно, у неё будет высокое давление топлива. То есть, держать он должен. Потому что, как раз, вот это вот уплотнительное место, вот здесь шайбы, то есть, тут рисочки у нас нигде нет. То есть, в обход регулятора топливо не уходило. Вердикт такой. То есть, причиной плохого запуска является насос. Сняв насос, разобрав, мы сможем понять. То есть, у нас там вышел один плунжер из строя, либо два, допустим. Форсунки пока не трогаем, нужен ТНВД. Форсунки доставляем на месте. Нужен насос. Регулятор помоем электрозвуком. Заново установим. Рамку также промоем. Дополнительно, необходимо, конечно, снять топливный бак. Проверить тоже так, наличие стружки, грязи или чего-то. Ну, короче, первичное, это насос, правильно? Да. Я понял. Немцы и японцы, это, конечно, хорошо. Но полстраны ездят на корейских автомобилях. И многие задаются вопросом. А где же я буду обслуживать своего корейца после того, как истечет гарантийный срок? Я хочу вам порекомендовать наших друзей. Компания УМЗАП. Компания УМЗАП занимается обслуживанием и ремонтом корейских автомобилей. Также у них есть большой выбор запчастей. Делают диагностику на корейцев. Крупный и мелкий ремонт. Даже если у вас есть металлическая защита, ее бесплатно снимут, поменяют вам масло, в том числе и ваше, и обратно все поставят. И вы счастливы поедете дальше. Так что, если у тебя корейский автомобиль, быстрее переходи по ссылкам в описании. Ой, Толян, ну что ты делаешь? Что делаю? Насос снимаю. Ну, тут все банально. Соединяется патрубок у нас верхний, чтобы он мешает, надо снять крышку. Снимем крышку, снимем цепь. Там вот здесь вот внизу шестерня от НВД, там гайка. Ну, много видео, не такая уж сложная, да, работа? Ну, да, да. Тебе вообще нравится возиться с дизельами, Анатолий? Ну, не со старыми, конечно. Эти старые, конечно, уже все. Тут, я же говорю, вот мы, допустим, взяли просто портер. Допустим, ему там, условно, 10 лет. Здесь полазили столько. Так, то есть, здесь перепутали шланги, там сломали датчик, там забыли кольцо, где-то что-то согнули. И самое главное, что вот это все объяснить человеку невозможно. То есть, с кем бы он ни был, что у него здесь все сломано. Он говорит, что я приехал, у меня все было хорошо. И объяснить это невозможно. Ну, ладно, ну хоть в теории-то тебе нравится дизеля? Ну, в теории, да. Ну, это. Пусть будет дизель. Отлично, понял. Ну, что, Толян, песечка? Да вообще, огненная. Так, берем баллончик. Да. Вот здесь нашланчик вентиляции. Главное, немножко. Да. Ну, это в твоем понятии немножко. Это немножко. Учитывая, что этот такой довольно... Главное, не переборщить. Почему? Потому что, может быть, у нас что? В обратку, может, дать и сломать поршневую? Не, у меня были такие деятели. Сломать рокер, оборвать цепь, перепрыгнуть цепь. Так, пробуем. Сейчас, 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 сейчас. Можно обыводить? Нет, тут не надо в случае. Да, мы сейчас, конечно, оденем ее еще раз. Брызнем чуть-чуть. Мне не надо брызнуть еще. А, едем чуть-чуть. Я вообще боюсь. Картерные газы толкнут все-таки туда. Ха-ха, трус, да? Она сейчас как даст тут будет. Я вообще боюсь эти тачки запускать так. И это все? Все. Ужас. Сняли ваш радиатор. Может, помыть его? Смотрите, это он. Сняли для того, чтобы он не снимался. Пришлось больше места для того, чтобы снять его. Да. Обычный съемник не снял его, не смог. И пришлось радиатор снять. Дополнительные расходы будут по охлаждающей жидкости. Ну, можем помыть радиатор. Если вас это интересует. Ну, что, расскажи нам, какая стадия... Какая стадия? Отупения. Стадия сборки. Насос. Он стоит, блестит. Наш в итоге поставили, да? Да, мы поставили наш. Остановленный. Потому что тот со стружкой, как бы... Ну, не знаю, как объяснить это даже, ставить. Ну, что, Анатолий, давай, глаголь, истину. Так, ну что, смотрите, разобрали насос. На насосе, то есть, здесь у нас выработка точно такая же, как и на том насосе, который мы вчера там... Ой, меняли на том портере. Так же. То есть, у нас в топливном фильтре была стружка обнаружена. Тут по валу, по корпусу проблем нет. У нее вышли из строя все три плунжера. То есть, вот это вот шегрень. Вот это прям не коррозия, а выработка на плунжерах. То есть, они все три плунжера... Вот он у нас плунжер, вот так он здесь ходит на пружинке. Во-первых, он должно быть в зеркало, одно целое. То есть, не должно быть темных пятен. Во-вторых, он не должен болтаться. То есть, вот, если его засовываешь, он болтается. Должен он, вот, допустим, вот, допустим, есть плунжер от другой машины. То есть, вот мы его засовываем, и он прям плотненько ходит. То есть, и... Как же выработка? Время прошло, да? То есть, получается, что плунжер идет вниз, давит туда топливо, но топливо выскатит обратно. То есть, в честь топлива. Так как три плунжера все вышли из строя, ремонт... Нецелесообразно. Ладно, помню. Да, из-за цены запчастей. Все, новый натяжитель. Цепь тут в порядке. Сейчас собираю. Рампу тоже все помыли, топливный фильтр заменили. Собираем... Кстати, клиенту звонил, он сказал, что 507-й они подкидывали, или 507-й, или вот этот 908-й. Короче, какой-то из них он кидал. Ну, вот верхний, да, они подкидывали, по всей видимости. Потом они его не закрутили, что-то там сделали. Так мы наш сейчас ставим или есть? Насос наш. А датчик? Датчик тоже стоит наш. Будет стоять наш или нет, не будем ставить? Я не... Не знаю. То есть, сейчас попробуем. Если все будет ровно работать, я быстренько перекину. И проверим, да. Если на нем будет давление опять прыгать, то будем опять наш возвращать. Я понял. Короче, сходи из сборки. Сборки. Сейчас будем бак скоро снимать мы. Что делаешь, Анатолий? Пытаешься бак разбить? Да, пытаюсь разбить бак. Вот, сейчас мы его помыли. Теперь тряпочкой здесь высушим. Интересная такая, да? Не, ну никто же не видел. Будем вешать, надо хлопную трубу сушить. Как помнишь, раньше баки выпаривали? Кстати, выпаривает. Сейчас забираю с Санта-Фе. А, выгнал, жду. Тип с этой женой выскакивает из-за угла. У него швейная машинка такая, которая в деревянной коробке. Алисос этот, как он, крафтер или как он, керхер, керхер тачит, бежит. Я думал, он с собой его убрал. А оказывается, нет, говорит. И тут стоит, забрал, говорит. А не доверял нам? Нет, нашел где-то там в кустах. Серьезно? Да. Серьезно, нашел? Серьезно, он говорит, иду, смотрю, стоит, думаю. Что, заберу? Он мне, говорит, на даче. Где ты ее взял? Там шел, нашел. Дома все пригодится. Конечно, согласен. А ты знаешь, она швейная машинка такая, открывается коробка. Слушай, там целые охотники есть на машинке. Там защелкивающие. Я понял. Короче, ты продолжаешь планово доделывай порток, да? Да, ну вот сейчас. Понял. Что делаешь? Что делаешь? Заборник, блядь, смотри, что заборники. Бак сняли, да? Так, бак сняли, да. Нет, ты оставь ее вот так же будет на свету видно. А, он блядит, да. Как ее на свету видно все. Ее не так, чтобы уграм много, но она есть. Ну, тут основной же в фунжерах выработка, правильно? Ну, сейчас что? Ставим в насос и посмотрим просто. Все станет ясно. Насос уже стоит. Ну, я имею в виду бак. Заливаем топливо и погнали. А там уже. Понятно. Ладно. Толик. Ну что, заканчиваем? Поменяли ТНВД. Можешь показать людям, как работает насос? Ой, насос, господи. Автомобиль. Автомобиль? Да. Ну, в целом, да. Сейчас вот успокою свой пневмоинструмент. Да. Сейчас. Не останавливайся, работает. Ой, господи. Что произвели? Произвели для профилактики датчик давления на топливной рампе. Старый был завышен на 2 бара давление. Заменили датчик, заменили регулятор давления топлива. Была утечка, то есть под нагрузкой. Заменили ТНВД. Помыли ПАК, топливную рампу и топливный фильтр. Ну, в принципе, еще. Вот наш результат. Ладно. Понял, форсунки остались старые. Да, форсунки остались. В этот раз форсунка, тушка не успела убить. Я понял. Форсунки, поэтому в этот раз более-менее обошлись с малой кровью. Что там? Давай, подписывайтесь на наш канал. Да, подписываться на наш канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Будем отвечать. Приезжайте. Даже в условиях изоляции. Колокольчики там не забудьте. Да, колокольчики, лайкосики, дизлайки. В принципе, любое внимание интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok